всем привет друзья сегодня у меня для вас новый обзор я хочу рассказать опять вам что происходит с кейт миддлтон последние новости и к сожалению вы знаете я никак не могу вас порадовать хорошими новостями и вот снова у нас окейт новости одна хуже другой если кому-то интересно то я расскажу друзья потому что я знаю что многие интересуются что происходит и почему мы не видим шесть месяцев уже кейт миддлтон и почему мы не видим ее детей и в общем это такой вопрос действительно который сейчас интересует очень многих поверьте мне и наши с вами подозрения о том что королевская семья скрывает какую-то страшную тайну о принцессе уэльской кейт кажется находит свое подтверждение все чаще и чаще оказывается сейчас даже служащие дворца не знают что на самом деле происходит скейт и дело не только в ее физическом недуге виндзоры не раскрывают никому подробности того чем и как в действительности болеет принцесса хотя казалось бы ну что тут скрывать если она сама в марте в своем видеоролике призналась в своем диагнозе но высокопоставленный придворный анонимно и в условиях строжайшей секретности поделился опасениями о том что скейт все намного хуже чем нам рассказывает семья принцессы пиарщики дворца изо всех сил пытаются замаскировать заштукатурить отсутствие принцессы рассказывая нам небылицы о том что она участвовала за кулисами в отчеты над проектом ранние годы о том что она появлялась где-то в супермаркете о том что она когда-то появлялась с уильямом на базаре якобы они там искали буханку хлеба какую-то органически чистую но вот вы знаете это же все на кого рассчитано вы представляете что сейчас если бы допустим кто-то бы увидел кейт либо в супермаркете что он там шоколад выбирала или на базаре ну у всех есть телефон я уже говорила и зная что такой ажиотаж сейчас что все потеряли принцессу кейт уж наверное бы сделали какое-то фото или видео я не знаю потому что все понимают что это фото оно бы стоило просто миллионы и вот знаете своим таким молчанием или вот этими вот лже историями вроде похода в магазин за шоколадом дворец и виндзоры вызывают еще большее недоверие и смятение сейчас говорят что кто-то из царитворцев просто впал в панику что будущая королева возможно уже отошла в мир иной кто-то считает что кейт обездвижена а кто-то решил что ее вообще заперли из-за душевной болезни а тут еще подлила масла в огонь своим интервью на канале global news сара фергюсон герцогиня йоркская она была гостем в новостном канале и ее спросили как ей удалось излечиться от двух типов рака потому что все знали что она очень долго лечилась от двух типов рака один тип рака у нее это по-моему рак груди еще какой-то я даже не знаю но и она сказала что семья поддержала и врачи у нее были отличными и затем когда ведущий спросил а сара а как сейчас дела у короля и принцессы у ольской ответ сары был настолько витиеват она сказала я горжусь тем что его величество приезжал в центр исследования рака и согласился патронировать его это дает всем больным то прекрасное чувство что их услышат я думаю что это было очень смело для него и потом когда смутившись журналист опять спросил у нее а что же с кэтрин и она ответила прекрасная принцесса кэтрин снимки англичане после этого ее выступления и ее комментарии они были просто в ярости и они вспомнили ей саре этой что она вот несмотря на то что у нее два типа рака она прекрасно выступает на публике она присутствует на всех мероприятиях это ей абсолютно не мешает еще и лечиться от рака но что же тогда кейт почему прячут кейт и все просят нас пожалуйста будьте вежливы не внедряйтесь в чужую личную жизнь но так это не работает кейт будущая королева и она очень публичная личность и все хотят знать что происходит на самом деле а вот такие вот сплетни ненамолки они порождают еще больше сплетен а кстати если кто не знает кто такая сара фергюсон я хочу напомнить что это бывшая жена печально знаменитого сэра эндрю брата короля чарльза третьего родители принцессы беатрис и принцессы евгений но вернемся снова к новостям о принцессе кейт если я вас еще не совсем запутала то я продолжу вот именно вот это вот молчание дворца оно и вызывает огромное количество слухов домыслов всякого рода сплетен вот сейчас опять вдруг выяснилось что кейт другой тип рака что у нее рак яичников и что с таким диагнозом в общем-то 70 процентов женщин погибают в первый год после обнаружения этого страшного заболевания и здесь опять же говорят что исчезновение кейт и вот этот новый диагноз якобы вызвал такие слухи что она была тайна госпитализирована именно из-за того что у нее появились серьезные эмоциональные проблемы и теперь уже она не сможет никогда возобновить свою роль рядом со своим мужем принцем уильямом еще удивляют всех то что никогда никто не видел как принцессу кейт перевозили из одной больницы в другую один журналист даже сознался что после того как он узнал что в марте месяце после операции принцессу кейт перевезли в одну из лондонских клиник он там дежурил буквально целый месяц хотел сделать какую-то фотографию как ее перевозят что-то увидеть но он сознался в том что ничего подобного ему не удалось обнаружить как он не старался сейчас все больше также стали говорить о том что влияние популярность кейт миддлтон была так велика что без нее монархия выглядит старой и замшелой игрушкой где из любопытства люди рассматривают этих странных персон но могут обойтись и без них а вот молодая и красивая кейт принесла королевской семье очень многое без нее внимание сейчас лишь на принца уильям у которого подданные все чаще и чаще пытаются узнать о кэтрин и детях напомним что шарлоту и луи также никто не видел с 27 декабря прошлого года и те фотографии которые якобы были сделаны на день рождения шарлоты а потом на день рождения луи они как говорят тоже оказались консервами сделанными когда-то давным давно британский королевский эксперт ричард фитц уильямс утверждает что детям разрешили пропустить половину семестра в школе летом есть занятия но многим разрешается их пропустить и уэльские перебрались в анмер в норфолке где десять спален и много зелени пипа и мама кейт почти всегда с ней рядом но королевский эксперт подтверждает что кэтрин все дается очень нелегко но ричард также под предупредил кенсинстонский дворец что их молчание лишь подогревает многочисленные теории заговора но дворец продолжает путаться в показаниях и теперь каждый шаг кенсинстонского дворца тщательно изучается и вот сейчас очередное грандиозное мероприятие которое случится через два дня а именно 15 июня 2024 года это тропинг за колор торжественное мероприятие проводимая на параде конной гвардии уайт холли каждый год в честь официального дня рождения монарха так вот что такое тропинг за колор это в переводе выбор цвета или выбор знамени мероприятие которое проводится каждый год начиная с карла второго в семнадцатом веке в начале монарха приветствуют королевским приветствием и государственным гимном затем парад начинается и завершается вторым королевским салютом король чарльз и другие члены королевской семьи позже собираются на балконе букингемского дворца чтобы посмотреть на пролет королевских ввс так вот я вам показываю специально нашла для вас друзья вот это вся семья именно на вот этом вот празднестве выбор цвета и день рождения короля на балконе в прошлом году в июне 2023 года вы можете себе представить только посмотрите какие вы все были счастливые посмотрите на эту красавицу принцессу кейт миддлтон со своими детишками вот понимаете просто не укладывается в голове как могло случиться так что теперь где кейт миддлтон что с ней что с детьми мы ничего совершенно не знаем но мы знаем уже то что официально объявлено что принцесса уэльская не вернется к общественным обязанностям на смотре где она обычно принимала салют на этом торжественном военном мероприятии и она также не присутствовала на репетиции этого парада который проходил уже 24 мая как сообщается король чарльз тоже будет принимать участие в этом параде но не так как в прошлом году верхом на лошади а теперь уже просто в карете вместе со своей женой камилой принцесса уэльская кейт миддлтон не будет присутствовать на смотре парада войск но объявлялась в начале что принцесса будет на два на балконе букингемского дворца принц уильям должен присутствовать но пока это под вопросом как и присутствие на балконе букингемского дворца детей уильяма и кейт разработано два сценария пригласят побольше молодежи включая тиндалов питера филипса с дочерьми и биатрис евгений и второй вариант на балконе будет только старая гвардия без молодежи тогда это станет самым унылым парадом за все время проведения все зависит как поясняют помощники от ситуации с кэтрин она продолжает получать химиотерапию как нам сообщают новости из дворца официальные кстати сказать раньше тоже официально дворец отменил вообще все торжественное мероприятие до 4 июля 2024 года сославшись на выборы то есть получается что дворец просто путается в показаниях и мы с вами тоже помним что нам рассказывали что мы должны увидеть кейт миддлтон на параде на балконе букингемского дворца так вот мы еще тогда рассуждали как появится там кейт миддлтон возможно это будет двойник так вот теперь друзья это вообще отменено дворец отменил свое прежнее заявление об этом и теперь кейт миддлтон уже не будет вообще нигде и опять же если раньше нам говорили что мы не увидим кейт в связи с ее болезнью до конца 2024 года то теперь уже стали говорить что и в 2025 году возможно мы ее тоже не увидим и это как говорится уж совсем запутанная другая какая-то история вы знаете сейчас еще стали появляться такие размышления что может быть это король чарльз как меня попросили его называть я говорила карл по русски вернее по немецким традициям но вот чарльз ну чарльз так чарльз был принц чарльз теперь пусть будет король чарльз англичане в общем то многие его тоже так называют король чарльз так вот сейчас еще одна версия такая бродит по соц сетям что якобы король не хочет омрачать свое и так уже не очень-то успешное правление тем что еще и случится что-то страшное с кейт миддлтон король вы знаете наверное тоже что он уже дал задание готовить свои пышные похороны так как наверное он все таки уже имеет какую-то информацию сколько он сможет прожить кто-то говорит что он в общем то и сам то не проживет и года кто его знает как говорится но вот король решил готовиться к очень пышным своим похоронам и говорят что он хочет истратить в два раза больше чем было потрачено на похороны его матушки королевы елизаветы второй ну и может быть если кто-то не знает или кому интересно я скажу что на похороны елизаветы второй было истрачено почти 162 миллиона фунта стерлингов а вот король чарльз хочет истратить 250 миллионов фунтов стерлингов на свои похороны ну вот представляете да какая огромная сумма действительно в два раза и и в связи с этим как тоже нам рассказывают он даже поссорился со своим сыном принцем Вильямом будущим королем потому что принц Вильям не поддержал такие жуткие расходы и у них произошла размолвка на этой почве ну и не только по этому поводу размолвки у отца и сына теперь принц Вильям хочет править вообще по-другому по новому более современному и он не хочет идти по стопам своего отца короля чарльза и король конечно же знает об этом и вот у них большие разногласия в связи с этим но как говорится это совсем уже другая история о которой я вам тоже возможно в следующем своем видео обязательно расскажу ну а на сегодня у меня для вас все друзья пишите ваши комментарии пожалуйста обязательно ставьте лайки не забывайте пожалуйста делитесь моим видео и также подпишитесь на мой канал всего вам доброго друзья всем удачи всем пока пока пока